Продолжение следует... Статистика последних четырех лет не радует. Растет количество преступлений, совершенных, так сказать, под шофе. И если в 2010 году пьяная преступность была на уровне 20%, то уже в этом выросла более чем в половину. Львиную долю этой статистики составляют кражи и грабежи. Причем в большей части приступает закон «Хмельная молодежь». Алкоголь и преступность сегодня неразумно связаны и равно дополняют друг друга. Крылатая фраза одного из знаменитых фильмов «Украл и был в тюрьму» в точности указывает на данный факт. Большая доля алкогольной преступности или 72% приходится на город Оксай и Бурлинский сельский округ. Аналогично негативные тенденции отмечаются в пяти сельских округах, за счет которых произошел рост преступлений данной категории. Налицо недоработка полицейских, но на это есть свои объективные причины. К примеру, слабая материально-техническая база. Из 14 участковых сельских округов лишь 9 имеют собственное жилье, остальным приходится ездить на работу из Оксая. А всего пятеро обеспечены служебными авто. Плюс ко всему в районе нет даже медвы-трезвителя, а из 14 фельдшеров больниц лишь четверо имеют право проводить медицинское освидетельствование. В этом направлении, пожалуй, давно пора работать и школам, так как на вопрос прокуроров об употреблении спиртного 88% учеников ответили положительно. К тому же и предприниматели подливают масло в огонь, торгуют горячительным и днем, и ночью, без всякого ограничения по возрасту. Уверяю вас, что к этим лицам нами будут приняты самые жесткие меры. А это лишение лицензий, приостановление деятельности и так далее. Поэтому прошу задуматься. А директорам школ Акимов сельских округов прошу не молчать. Если вам это известно, ставите в известность у полномочий на его органы. Поговорили и забыли, такой метод здесь не пойдет, предупредили прокуроры. Действовать нужно сразу. Установить камеры видеонаблюдения, трудоустроить население, открыть спортивные кружки в школах, привлечь людей к молодежной практике. В общем, методов много. Главное, чтобы они были действенные. Ирина Грибовская, Рустам Джумашев, ТДК-42.